Совет ветеранов Станицы Анапская проводит серьезную работу в своем сельском округе. Это и военно-патриотическое воспитание школьников, приемы пенсионеров по личным делам, участие в памятных мероприятиях. С 2015 года Совет возглавляет ветеран труда Эдуард Мавян. На отчетном совещании он рассказал, какая работа проведена ветеранской организацией за последние три года. Проведена огромнейшая работа, как патриотического характера, так и социально-бытового направления. Проводится чествование юбиляров, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов труда, кавалеров трудовых орденов, пенсионеров. Совет ветеранов строит свою работу совместно с городской и сельской администрациями, общественными организациями, школами, детскими садами, музеями и библиотеками. Серьезную поддержку оказывает депутатский корпус. В частности, из своего фонда депутаты сельского округа выделяют средства на адресную помощь пенсионерам и ежегодно оформляют подписки на местные газеты. С Советом ветеранов мы проводим ежегодно встречи трех поколений. Это 23 февраля, когда мы собираемся за столами, когда это праздник, поздравляем мужчин, это патриотический праздник. Это, конечно же, Новый год. И сегодня также проходит это мероприятие, когда за столами сидят ветераны, для них проводятся праздничные мероприятия. Это всегда идет с большим восторгом, с успехом. 2018 год в крае пройдет под знаком 75-й годовщины освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. В Анапии районе будут организованы массовые патриотические мероприятия. Совет ветеранов Анапского сельского округа планирует делать ставку на воспитание молодежи. Будем работать именно с молодым поколением, как работали, так и будем в школах работать, в этих учреждениях, в садиках работать, в гимназиях работать, мы в город ездим, в гимназии. Чтобы довести именно до молодого поколения, довести слова, как мы понимали и как понимаем наше будущее. А будущее зависит от них, от наших молодых. В завершении встречи творческие коллективы сельского дома культуры поздравили ветеранов с наступающим Новым годом и подарили праздничные концерты. Руслан Душевский, Анапа Регион.